Солнышко, если ты хочешь пообщаться со мной, ты всегда можешь найти меня на моём дискорд-сервере. Я отвечу на все твои вопросы лично, а ссылочка в описании. Так, погнали 1500 посмотрим. Здорово, народ! Так, я думаю, для начала нужно зашмот пояснить. Короче, если чё-то... Фига он! Фига. А с кула музыка? Фига. Откуда музыка, блядь? А, нашла. Пока не хитером. Господи бог, я думаю, откуда музыка идёт? Мам, я не кричу. Мам, тебе кажется? Мам, мне не надо покричать. Что перекрылось? Хорошо, привет, Волгоград. Пацаны, давайте ASMR-стримим, запрещай дома кричать. Я люблю тебя. Привет, передай Волгограду. Грустно. Так что, если ты нормальный пацан или дама, то это, короче, не тебе. Все, на свой счет не воспринимай. Только хитеры, пускай идут нахуй и сосут писон. Погнали. У этого пользователя запущена функция синтеза речи. На видосах себя чудил. Вот у вас бывало такое? Сначала делаешь какую-нибудь хуету и только спустя время осознаешь, что ты, блядь, учудил. Все вспомнили нечто подобное? Теперь можете заценить вот этот видос и попытаться представить, насколько в итоге охуела эта госпожа. Вот что она делает? Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Спасибо, я не знаю. Спасибо, я не знаю. Главное оправдание, которое сюда бы подошло, это типа, тапок пролез, значит, и нога тоже пролезет. Ну, а если не пролезет, то придется... Смочить слюной. Смочить слюной. Задний проход и вставить, не отрывая от ботвы. Вот смотрю я на ее подругу, у которой все отлично. Это... Это он что? Не... Стоп. Не поняла. Так. Вставить, не отрывая от ботвы. А с чем он говорит? Лечение геморроя? А-а-а-а. А что, реально помогает? Че нет? Смотрю я на ее подругу, у которой все отлично получается. И, блин, девайс-то годный и веселый на самом деле. Правда, наша героиня со мной в этом не согласна. Да, уйня полная, аа-ха-ха. Прямо через видео чувствуется. Ну, на самом деле, таких детей можно понять. Мы все, когда были тьми, творили херню, типа. Так что, ну, типа, не знаю. Ну, это смешно, забавно, да. Проклинает немучего изобретателя непонятной хуёвины. Этому человеку нужно разбить... Спасибо, Матвей. Носа, носа. Быть настоящим артистом совсем нелегко. Ради общего дела зачастую приходится идти на такие дикие жертвы. Что я, блядь, ебал ее, мам, урод. Даже Игорь Вуков не смог избежать этой участи. А потом не умираешь, как бы, после этой херни, а? Живешь, дышишь? Вот ради таких моментов и стоит жить. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока. Вот и соглашается теперь в документальных фильмах сниматься Не, ну вы заценили этот контраст в поведении до и после финального погружения в воду? Вот ради таких моментов и стоит жить На этом я с вами прощаюсь До новых встреч, пока Да пизданутся, вот Худанутся Такое ощущение, что его там злым братом-близнецом подменили От этого типа уж точно никакими котлетками с макарошками не отделаешься С пюрешкой, с пюрешкой Мне так нравится логичность и связанность его заключительных слов Фразы вроде как отдельны друг от друга, но все равно объединены общим смыслом Вот здесь Игорь Олегович говорит Теперь чижик ищи, блядь, неделю, все замерзно И как раз вследствие замерзания этого самого чижика ему открылась возможность абсолютно беспрепятственно Ебаться в крендель, блядь Кстати, мало кому известно, но если бы наш артист в теплых источниках ванну принимал, то ему бы пришлось отказаться от идеи с кренделем Ибо в этом случае по традиции положено Ебаться в телевизор, блядь Да и вообще зря он так по поводу чижика распереживался Я почти уверен, что все в порядке и ничего искать не придется Достаточно обратиться к квалифицированному члену-специалисту и все обнаружится вмиг Я поглядя на хуёк, я торчит Давненько мне в руки не попадали угарные видосы из всяких диких фильмов И вот наконец этот порочный круг дал трещину и сквозь нее просочилось вот это замечательное произведение искусства Да, чуваки, типа у меня на левом мониторе мой стрим Я вижу, что у меня лагает, а что не лагает То, что вы сидите и меня боитесь, оно это такая все хуйня Типа посмеялись разок, типа мне уже не смешно Ну типа, да, со звуком это было забавно Там типа не слышно, блядь, не слышно Я понимаю, вырубала микрофон, это было смешно Сейчас типа реально вы перебарщиваете Вы делаете хуйню Вот я вам говорю честно, откровенно, вы делаете хуйню Потом не удивляйтесь, почему чатан для спорта Блядь, что я только что вам сейчас показал Не торопитесь критиковать актерскую игру пострадавшей дамы Возможно, ей просто сказали, что выстрел в голову это все равно, что комарик укусил Но признаюсь, удержаться от смеха после такой реакции достаточно затруднительно А тут даже самые суровые не смогли бы устоять Девять, восемь, семь, шесть, пять, четы... Я не могу... Вот, давайте, соли, что я извлеклась, давайте видео рассмотрим Четыре, три, два, один... Ай! Ай! Единственное, что мне доселе непонятно, это как, стреляя вниз, мужик умудрился ей в голову попасть Сука, да он даже в отражении куда-то в пол целится Ну это просто постная хуйня какая-то Неужели нельзя было снять еще один крупный план пистолета, направленного вверх? А тот, который нам показали, используют для контрольного выстрела Он, кстати, охуенно под это дело подходит, сами зацените Ай! Заебись! Четко! И если вдруг наша актриса неожиданно и беспричинно решит покинуть шоу-бизнес Продюсерам этой картины даже волноваться не придется Ибо у меня есть отличный кандидат на ее место Он мужик, правда, но играет ничуть не хуже Есть такие рестораны, где хавчи к столу доставляются посредством конвейерной ленты Это довольно распространенная хуйня в японских заведениях Я думаю, многие из вас что-то в этом роде уже видели Но вот такую диковинку, как в следующем видосе еще поискать надо Что это? Фу, это же домерка! Ха, нихуеву у них там лучше провод И попить, и похавать не отходя от потока можно А пахнет, вкусно А если не понравилось, всегда есть маза и обратно положить Ну нахер И, насколько я понимаю, лапшичка в охлажденном виде курсирует Небось, тупо воды из-под крана въебали на похуй Ладно, и так сойдет Интересно, какой у этого рестика процент жестко продаблившихся посетителей? Сто пудов какая-нибудь бабуля Две ложки вот чайно съела Да чай выпила и рвала Бля, отвечай, нужно у нас такой же ресторан мутить Только помимо потока с макарошками, нужно желобь с пельмешками заебашить Ну и, конечно же, еще один С пюрешкой, с пюрешкой Лавэ рекой течь будет Главное, чтобы шеф-повар на работу простуженным не выходил Ну что же, дамы и господа Спасибо вам большое за просмотр этого эпизода Плюс 100-500, надеюсь, я был... Пожалуйста Какой? Давыдов? А как вас зовут-то? Я уже и забыл Ставь лайк, если заебали тупые девки Подпишись, если заебали тупые девки Сука мить, если заебали тупые девки Ставь лайк, если заебали тупые девки